Всем привет! С вами ваш переводчик Асулхан. И сегодня у нас Карло Сантьяго. Это пуэрториканский певец, который живет в США. Одна из его реакций уже есть на канале. Это его первая реакция. Также спасибо всем, кто принял участие в опросе, который я создавал в сообществе канала, о том, стоит ли убирать музыку, если такие переводы блокируются. Большинство проголосовало за, поэтому в этом видео музыки не будет. Будет версия акапелла. Всем приятного просмотра! Привет, друзья! На связи Карлос. Я певец и преподаватель по вокалу из Нэшвилла, штат Теннесси, США. Сегодня я буду делать реакцию на ютубовского баловня всенародного любимца, мощного вокалиста и обладателя ангельского голоса из Казахстана на его песню Stranger. И как всегда, если у вас есть какая-то интересная инфа об этой песне, пишем в комментарии. Итак, давайте начнем. Спасибо. Оу, я знаю, что это значит по-русски. Спасибо огромное. Это значит, спасибо. А теперь прозвучит новая песня. Примеры. Мне нравится эта сцена. Здесь полно народу. Просто класс. Обожаю этот инструмент. Кто-нибудь напишите мне в комментариях название этого инструмента. Музыка и слова. Такой таинственный хор со свечами. Что-то в стиле Григория. А вот и он. Люблю вот это. Он просто владыка сцены. Обожаю эту атмосферность. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он раскрывается. Это круто. Он пел открыто и добавил вибрато. Смена тональности. Хотя нет, не смена тональности. Скорее интерлюдия. Ошибочка вышла. А вот и оно. О боже мой. Он охватил здесь пять или шесть октав. Боюсь за ледяную скульптуру. Широко открытый рот. Фа диез пять гортань господня. Матерь божья. Да, прими это сполна. Браво. Спасибо большое. Браво. 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 Хорошо. С чего? Хорошо, давайте по порядку. Первое, что реально меня поразило, я немного погуглил его, так как многое не знал о нем. И я... Он метр девяносто, а это весьма высокий человек, даже очень высокий человек. Я еще раз скажу то, что я уже говорил. У него великолепное чувство сцены, хотя обычно высокие люди, они сутулятся и горбятся. А низкие люди стоят вот так, чтобы показаться высокими. Так вот, он так по-хозяйски ходит по сцене, он знает, кто он такой. Он понимает всю глубину своего таланта. И это толпа, тысячи людей с телефонами, с камерами, селфи-палками, которые пытаются снять его и услышать его настоящий живой голос. Это так невероятно. Я слышал о нем до этого, и видел, как он берет недосягаемые ноты, но я никогда не слышал, чтобы он пел так низко. Я знаю, что он совершенствуется в музыке. Но этот куплет, который он спел, басом. Это же были ноты баса. И он лавировал туда-сюда, с этого густого нижнего регистра и до полного раскрытия своего голоса. Во второй части песни он широко открывает рот. И это так важно, певцы. Я не устану вам это повторять. Можно добавить столько силы и объема своему голосу, если вы просто раскроете свой рот. Есть очень много поющих людей, которые открывают свой рот примерно вот так. Если вы откроете рот немного больше, вы почувствуете этот объем и мощь. Потому что рот – это основной резонатор голоса. Вот смотрите, я пою ноту. А теперь я открываю рот больше. Просто открывая рот, я увеличиваю резонанс. Потому что появляется больше пространства для звука. И он знает, как делать это. Особенно в верхних регистрах, где требуется больше пространства. Он в этом деле коня съел. Там был момент в интерлюде, где он перешел в эту четверть тона. И делал вот такие вот изящные ноты. Это все невероятно тяжело сделать. Боже мой, у этого парня такой невообразимый голос. Единственное, к чему я могу придраться, в самом-самом конце. Я даже не знаю, что я тут придираюсь. Песня ведь такая сложная. Он добавил ноту Си. Если я не ошибаюсь, прямо перед тем, как взять вот эту последнюю ноту. И я думаю, возможно, он сам придирчив к себе. Потому что он превосходный певец. Но добавляя эту Си перед нотой, заставляет ваш голос делать так. Намного проще делать атаку на вот этой ноте. Это будет намного легче для вашего голоса. Ведь так вы добавляете больше воздуха и есть риск чрезмерного сжатия. То есть так все становится намного сложнее. И эти ноты становятся брать намного тяжелее. Но, опять же, с таким невероятным голосом, с таким широченным диапазоном, его это не колышет. Он просто поет, как хочет. Я бесконечно впечатлен. Я даже не знаю, что еще сказать. Я, наверное, просто заткнусь. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал Карлоса. У него очень мало подписчиков. Также подписываемся на наш канал. Ну и поддерживаем наш канал по возможности. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин